Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребятки, апдейт по поводу того, что происходит сейчас в Белгородской Народной Республике. Продолжаются бои РДК и Легиона. Кстати, я вот не знал, когда записывал предыдущее видео, я не знал, пошли ли на второй заход на Россию туда, на оккупированную Белгородскую Народную Республику, бойцы Легиона также или только пошел РДК. Так вот, я вам официально сообщаю, что пошли. И те, и те пошли, и наводят там шороху, наводят там, конечно, кипишу. Рашисты, собственно говоря, я не знаю, где рашисты, мне тяжело за них сказать, за путерасты, что у них там происходит, у них там какой-то бардак и развал происходит, с моей точки зрения. Я не могу понять логики действия рашистов против РДК и против Легиона, и я не могу объяснить это, поэтому, но я просто констатирую тот факт, что их действия неадекватны. Рашистов, да? Вот, РДК делает все, что хочет, наказывает их как хочет, зашли в два села, и это еще не все. Значит, а, сразу скажу, техника, которая сегодня зашла на Россию, это техника российская. То есть, граждане России и БТР российские. Поэтому, мы и тут однозначно ни при чем, нас там нет, это сразу, да. Это первый момент. Второй момент, есть там где-то, я не знаю, километров, может, 40-50, еще один населенный пункт. Называется, если я так не ошибаюсь, Красная Яруга. Яруга, да, Красная. Почему такое название, мне неизвестно. Но, вот, село находится от границы километров 15-12, может, где-то так. Там идет бой сейчас. Между кем и кем, непонятно. Но, стрелкотня, явно слышно, что именно гасят обычным стенковым оружием, автоматами. Видео, можете посмотреть, прикреплено, как обычно, ссылочка в описании к данному ролику. И это еще не все. Похоже, что в дело вступают ультрас Белгорода или круги, скажем так, приближенные к болельщикам Белгорода. Ну, записали свое видео с поддержкой РДК, с оружием в руках, кстати. И сказали, что они начинают свою борьбу теми силами и средствами, которые у них есть. Ну, так, не слабо, да. Это все в течение одного светового дня. То есть, я даже не говорю о сутках. Это еще не все. Если, ну, я молчу, что по нескольким пограничным пунктам прилетали беспилотники. Вот. И в одном из случаев беспилотник попал там по пограничникам. Точнее, они сказали, что отразили этот налет пограничниками. Окей, понятно, хорошо. Пограничники стреляли, а потом грудью отразили этот налет беспилотника. Это все тот же самый день. Это еще не все. Ночью предыдущей, ну, а эти же сутки сегодняшние, сгорело несколько этих путейных шкафов радиорелейных на железной дороге. Сгорели в Челябинской области, хороший был пожар. И, если я не ошибаюсь, Красноярский край. То есть, ну, это уже, знаете, это уже поползло. Это поползло по всей России. Где Челябинск, особенно где Красноярский край, это же вообще за Уралом. А горит там не хуже, чем в Белгородской Народной Республике. Чтобы вы понимали, что происходит. И еще это не все. Весь Сочи сегодня обклеен наклейками Легиона. То есть, наклейки Легиона, они себя представляют коротенькие там текстовки. На бело-сине-белом фоне. Ну, это флаг новой России после поражения путинизма. Весь Сочи оказался в таких вот наклейках. То есть, если так посмотреть географию, где это все происходит, то это происходит везде. И вряд ли путинский режим, прогнивший сверху донизу, он сможет оказать какое-то сопротивление этим людям, которых он просто-напросто достал. Я не говорю, что, знаете, это какая-то панацея для Украины. Бог его знает, как у нас сложатся отношения с Россией после Путина. Но будем надеяться, что как-то они получше сложатся. Может, это будет не одна Россия, а несколько государств. Мы этого знать не можем на сегодняшний день. Скажу одно. То, с какой скоростью распространяется антипутинское движение в различных формах, в его различных формах по России, я могу сказать, что все может нарастать лавинообразно. И вот еще одно хочу напомнить, что рейтинг Чаушеску за двое суток до того, как его расстреляли, был, по-моему, 98%. Вот так вот. А рейтинг Путина там и на 80% не выскакивает. Поэтому тут решили. Вы же сами понимаете. Плюс еще и Буданов объявил его первостепенной целью. И его, и Пригожина. Ну, а наш ГУР шутить не любит. Вы же сами понимаете. Поэтому... Хотя я думаю, в этой ситуации мне почему-то кажется, что наш ГУР не успеет сработать там. Внутренние процессы приведут к категорическим и таким, знаете, тектоническим изменениям. Всего до Украины.